Очередное заседание, очередные предложения и кажется невозможно отказаться ни от одного исторического факта. У запасной столицы Куйбышева настолько богатая история, что у собравшихся то и дело возникает вопрос, как уместить всю важную информацию на пилонах памятной стеллы. Из всех городов, в которых мы создали, это стало самое информативное, самое информативное, вне конференции. Здесь очень много материала, и это, мне кажется, здорово. О промышленной, культурной, оборонной и дипломатической столице уже собран ряд исторических фактов и материалов, нашедших свое отражение в памятных фотографиях прошлых лет. Наполнить информационные пилоны решено важными и культовыми событиями, которые произошли во время войны. Яркие фотографии сначала переведут в графику, затем все снимки распределят по тонам и при помощи 3D-принтера сделают их объемными. Дальше уже работают скульптора, которые вкладывают в жизнь, уже работает пластилин, где утончаются, обобщаются, делаются точные моменты, фрагменты, блики на этом изображении. В итоге мы, по сути, получаем в той же бронзе благородный цвет металла, мы видим эту настоящую бронзу. В коллекции рабочей группы уже около ста исторических фотографий. К примеру, на этой известный штурмовик Ил-2 пикирует над городом. Здесь показана работа куйбышевских оборонных предприятий. А этот снимок и вовсе уникальный. С легендарного военного парада 7 ноября наши земляки уходили на фронт. Вскоре фотоснимки станут полноценными графическими картинами, которые нанесут на центральный обелиск с правой и левой сторон. Но самую важную информацию разместят на пилонах монумента. Материалы не только будут просты и понятны обывателю. Выбирать тематику наполнения пилонов Стеллы смогут сами жители города. Конечно, мы очень ждем этого общественного обсуждения. И в дальнейшем рабочая группа будет очень внимательно рассматривать те предложения, которые будут высказаны жителями. Принять участие в обсуждении об информационном наполнении Стеллы «Город трудовой доблести» может любой житель Самары. Для этого необходимо отправить свою идею на электронную почту по адресу, который вы видите на экране. Мнение также можно оставить на сайте samaradefizdobles.rf. Уже в сентябре наш город станет третьим по счету после Магнитогорска и Челябинска, где откроется памятный монумент. Ольга Павло, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Продолжение следует...